друзья всем привет меня зовут олег ксюша школа crazy сальсы и сегодня у нас бачата урок номер 10 и на этом десятом уроке мы с вами разберем первую базовую технику бачат и сэншоу которая называется пассеа что такое пассеа пассеа это прогулочка бачать и сэншоу вообще очень важно чтобы вы чувствовали свою рамочку поэтому сначала мы поделаем упражнения на рамочку а потом уже непосредственно выучим шаги пассела и так поехали значит начале мы делаем следующую вещь стали на две ножки ножки на ширине плеч ручки мы ставим перед собой вот она рамочка почувствовали корпус ручки связаны и теперь немножечко повращали нашу рамочку повращали нашу рамочку на тарарам тарарам самое главное чтобы от руки отдельно от корпуса не ходили или корпус отдельно от рук тоже не ходил дальше мы следующую вещь делаем переносим вес на правую ножку в сторону на левую тюремс на правую тюремс на левую тюремс на правую тюремс теперь стоя на правой ноге поворачиваем корпус на 45 градусов хоп повернулись теперь переносим вес вместе с рамочкой двигаемся спиной назад переноси вес на левую ножку дальше переносим вес самое главное чтобы был сначала перенос веса потом поворот четко на одной ноге перенос веса потом поворот четко на другой ноги перенос веса поворот перенос веса поворот девчонки для вас хорошая новость это вам делать не надо это было для партнеров у вас следующая история у вас просто шажочки прогулочка посмотрите 1 2 3 4 5 6 7 вы идете вперед-вперед в разворотик . вперед-вперед в разворотик . вперед-вперед в разворотик вперед-вперед разворотик здесь самое главное на самом деле это именно рамочка с точки зрения шагов здесь нет ничего абсолютно сложного партнера у вас так вообще вот что здесь важно важно чтобы вы вдохнули подняли максимально раскрыли грудную клетку чувствовали вот эту рамочку и вот этой рамочкой как раз партнеру вы ведете партнерша партнерша а вы за счет удержания этой рамочки чувствуете что от вас хочет партнер и собственно следуйте за ним давайте делаем еще разочек basic 2 3 8 здесь достаточно расслаблены 56 и вот на 78 мы вдыхаем поворачиваем немножечко рамочку корпус девочка готова в движении грудная клетка наверху наверху рамочка и дальше мы ведем девочку на ассо раз два три 4 5 6 7 8 идем рамочкой и идем рамочкой чтобы выйти из этой истории мы сами делаем 1 2 три 4 5 6 на 7 просто выравниваемся ровненько на 8 подставляем ножку и делаем basic 2 3 4 5 6 7 8 мальчики что вас надо смотреть 1 2 3 4 5 6 7 и 8 вы выносите ножку на 8 заранее вы ножку вынесли все вы знаете уже куда вам двигаться дальше вы просто переносите вес напрямую ногу это очень важно почему напрямую ногу потому что все происходит у нас наверху мы вдохнули да то есть мы уже априори наверху и вот в этом положении наверху мы с вами переносим вес мы с вами переносим вес мы с вами переносим вес почему вообще это делается наверху потому что когда партнерша находится внизу она может и восьмерочку здесь поделать и кружочки в общем она может свободно делать чего угодно если партнер вдохнул девочка окей она максимально прислушивается к вашим действиям вот и следует четко за вами туда куда вы ее ведете именно поэтому нужен вот этот вот вдох на посела и теперь мы с вами должны соединить это посела с предыдущим движением в предыдущем уроке мы учили обоюдный поворот соединяем с обоюдным поворотом мы с вами делали basic 1 2 обоюдный поворот 56 и вот из него чуть-чуть перекрутившись мы удобно выходим на посела прям по инерции вас будет выносить в это движение и дальше 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 закончили бы сик 1 2 и давайте с этого ракурса делаем 5 6 7 расслабленные 1 2 обоюдный поворот 5 6 7 8 мальчики перекрутили немножечко девочку вдохнули вы наверху и ведем на посела 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 закрыли basic 2 3 4 таким образом друзья мы с вами познакомились с первой базовой техникой бачатэ сэншоу которая называется посела на самом деле почему эта техника и почему называется это именно техника потому что используя эту технику мы с вами можем делать все что угодно мы можем это сделать не только на 1 2 3 4 5 6 7 8 мы можем станцировать половинку 1 1 2 3 4 высотой половинка 2 5 6 7 8 можно добавить в дальнейшем какие-то украшалочки в ручках на эту посела поэтому можно с ней очень много очень сильно играться по именно поэтому это называется техника то есть мы выучили эту технику теперь применяем эту технику чтобы сделать огромное количество прикольных классных движений что друзья спасибо огромное за этот урок всем пока пока Олег Ксюша школа кризисальца увидимся